Набирает обороты вступительная кампания высшие учебные заведения Украины. Побороться за право стать студентом некоторым абитуриентам придется даже за пределами нашей страны. О том, как украинцы армян экономики учат репортаж Романа Бачкалы. Вот она, маленькая армянская Украина. Именно в этом здании находится Ереванский филиал Тернопольского национального экономического университета. Рушники, вышиванки, горячий украинский пляс. Вы чуете, поют армяне, которые никогда не были в Украине. Ректор Саак Гудротян не нарадуется. В 80-х попал в Киев и теперь называет Украину вторым домом. Он стоял у самых истоков создания вуза. Ну, было нелегко, но получилось то, что у нас получилось. Сегодня у нас учатся более 600 студентов. Идеально отремонтированные кабинеты, современные лаборатории. Таким условиям позавидовали бы многие украинские вузы. Филиал хоть и армянский, но подчиняется требованиям украинского министерства образования. Есть и свои правила. Все мобильные на время занятий у преподавателя. Они уже знают, что зашли в аудиторию. Телефоны, значит, должны лежать здесь. Украинский должен знать каждый студент. А еще деловой этикет, историю и культуру нашей страны. Друг, дружинь. Друзей, я бы сказала. Друг, дружинь. Скоро мы будем складывать залыки, а потом будем складывать экзамены. Это благодаря ей, они заговорили. Преподаватель Надежда Мирзаян уверяет, выучить украинский армянам несложно. Украинская и вермянская мова больше схожи, чем, скажем, российская и вермянская. Каждый раз, когда я еду в Киев, Тернопон, обовязковый чемодан книги везу с собой. Так появилась эта библиотека. Здесь Днепр, Шевченко ревет и стонет на армянском. Шевченко здесь самый популярный украинский писатель. Одна из поэм вообще хит. Микаэль планирует ехать в Тернополь, поступать в аспирантуру. Признается, за пять лет учебы с Украины буквально сроднился. Здесь уже побывал президент, министры. Ереванский филиал Тернопольского университета уже давно вышел за рамки просто учебного заведения, считает посол Украины в Армении. Мы его называем не просто филиал, мы называем его мостом дружбы между Украиной и Арменией. За 12 лет своего существования этот вуз стал одним из ведущих в стране. Предмет гордости украинцев на армянской земле. Роман Бачкала, Василий Миновщиков. Подробности телеканал Интер из Армении. Редактор субтитров А.Семкин